Добрый день, в эфире интернет-телевидение СБ, гость нашей студии, политолог, философ Алексей Дерман. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. После событий в Киеве у нас в газете вышел материал Нины Романовой, который назывался «Киев продолжает говорить на разных языках». Вы недавно вернулись с Украины, из Киева. Скажите, действительно ли украинское общество радикально разломано на две половины и не может договориться говорить на разных языках? Ощущение раскола есть, несмотря на то, что основная часть Украины объединена патриотическим посылом. Но тем не менее, общаясь с жителями Харькова и Восточной Украины, которая, так сказать, лояльно находится в составе Украины, то там далеко не все так однозначно. То есть, есть действительно большое недовольство киевской властью. Ну, а я уже не говорю о Юго-Востоке, о Донбассе. Там, естественно, ополченцы или, как в Киеве их называют, сепаратисты, естественно, они не разделяют точки зрения Киева на будущее своей земли. То есть, естественно, диалога как такового, единства на Украине нет. Это очевидно, по-моему. То есть, даже вот Харьков вы назвали, который, в общем, нейтрален обычно был и к тем, и к другим. Ну, там не нейтрально. Мое впечатление, большинство населения Харькова все же скорее симпатизируют Донбассу. Но поскольку предприняты меры государством Киевом, ну, скажем так, погасить возможные очаги, в том числе в Харькове, в Одессе, то, естественно, люди где-то даже и побаиваются высказывать свое мнение. У нас работает интерактивный чат. Вы можете задавать вопросы гостю студии, участвовать в нашем разговоре. Мы будем возвращаться к вопросам, пока, как бы, наши вопросы. Кто и зачем, вообще, на ваш взгляд, нагнетает вот эту обстановку нетерпимости на Украине? Притом, такое ощущение, что некоторые законодательные акты и вообще решения, они специально для того, чтобы эта нетерпимость еще ожесточалась. Что-то запрещают, что-то отменяют. При том, что, извините, порой там части Украины не на что купить, там, элементарные продукты питания. Но здесь рождаются документы, запрещающие там памятники, да, коммунистические партии и так далее. Вот для чего это делается? Ну, наверное, мотив основной вот тех, кто этим занимается, якобы сплотить украинскую нацию. Но на самом деле все происходит наоборот. То есть это еще более нацию раскалывает. То есть, с одной стороны, это какие-то радикальные группы, которые навязывают свое мировоззрение всему обществу и требуют, чтобы именно вот в таком ключе Украина развивалась, в каком-то радикальном, нетерпимом. То есть они пытаются единство сплотить какими-то жесткими методами. Наверняка есть силы, которые вот этой ситуации нестабильности зарабатывают себе политический капитал, да и финансовый. То есть поддерживают какие-то радикальные группировки, с помощью них отжимают какую-то собственность и так далее. То есть интересов там на дестабилизацию очень много разных сил. Как внутри Украины много заинтересовано в этом, так, к сожалению, и извне. Это не миф, что есть реальная партия войны, которая подпитывается олигархами и которая поддерживает эту войну? Знаете, я скорее с этой версией соглашусь. По крайней мере, у меня такое впечатление, что есть очень влиятельные силы с деньгами, которые настроены на, так сказать, войну до победного конца. И в том, что непонятно, что назвать победой. Именно так. И над кем победой. Именно так. И возможно ли она вообще? Да. Порошенко, вот, кстати, как пример, да, в общем-то предложил поправку в Конституцию, ну, такого позитивного характера, да, с целью прекратить войну, договориться, чтобы общество пошло на диалог какой-то, статус особый. И тут же это общество в Киеве метнуло гранату, взрывы, опять очередные столкновения в Киеве, погибшие, раненые. Возможен ли, на ваш взгляд, вообще диалог на Украине в ближайшем времени? Ну, вот в теперешней ситуации, при той атмосфере, которая там в Киеве и вообще в целом на Украине, по-моему, диалог пока невозможен. Ведь Порошенко делает что? Он старается действительно исполнять Минские соглашения, поскольку там в качестве одного из условий было... Вообще он хочет мира, я думаю. Мне кажется, да. Вот президент Украины скорее за мир, он понимает, что военным способом проблемы решить невозможно, да, и сил не хватает в Украине, ну, и как бы поддержка ополченцев, серьезно, для того, чтобы решить вот одним махом. Но поскольку вот эти люди, которые прошли фронт, вернулись оттуда, они составляют уже значительную влиятельную силу в Киеве, в украинском обществе. Естественно, они требуют продолжения войны. Для них Порошенко слабый, нерешительный президент, который как бы сливает Донбасс, сливает Украину, чуть ли не Путин. А решительный в их понимании, так сказать, что, атомную бомбу бросить? Ну, вроде этого. То есть война, задушить ополченцев или сепаратистов, как они говорят, террористов, и полностью, как сказать, зачистить Донбасс от них. Да, это такая у них позиция, действительно. Ну, такая, да, страшная позиция. Давайте на вопросы поступили, на некоторые ответим, да. «Как жители Южного Полесья относятся к присоединению к Беларуси в случае распада Украины?» Виктор Михайлович Гомель. Видите, уже Украина распалась у Виктора Михайловича. Как жители Южного Полесья? Я знаю, вам ли вопрос про Южное Полесье? Знаете, вот как раз мне, потому что я как раз проехал из Киева, вот по Волыни, для нас это Южная, для Украины, с точки зрения Украины, это Северная Полесья. Я как раз там был и имел возможность пообщаться с простыми людьми. И вот что интересно, отношение там к Беларуси меня удивило очень позитивно. То есть вплоть до того, что завидуем вашему президенту, какой батька у вас, вот нам бы такого. А вот такие вопросы там про присоединение, про распад. Просто у нас Майданы не получаются, поэтому завидуют. Вот, я, конечно, не ставил, но в принципе к Беларуси эти люди лояльны. Ну, там православное население. Вот когда говоришь о возможной помощи со стороны Беларуси, там, сельскохозяйственной, там, топливом, да, они очень хорошо к этому относятся. То есть вот к Беларуси действительно там есть, ну, такое позитивное, хорошее отношение. Но, естественно, речь не идет о каком-то присоединении. Речь идет скорее о добрососедстве, о возможной помощи, если она понадобится. Я думаю, ее примут и примут на ура. Ну, да, вопрос такой радикальный. Майдан – это нормальная украинская политическая традиция. Первый летописный Майдан случился, когда киевляне Всеволодого Чародея полоцкого князя из Зиндана достали и на княжеский престол поставили. Это, точнее, такой экскурс в историю. Но, наверное, вам, как философу, отчасти историку, это знакомо. Знаете, действительно, на Украине существует такое как бы полумистическое понятие из их исторической политической традиции, называется Чернорада. То есть это, ну, действительно, когда собирались казаки и выбирали себе гетьмана, атамана. И там происходили вот постоянно бунты, убийства. То есть Чернорада – это как бы вечно продолжающиеся такие выборы с, ну, каким-то насилием. То есть украинцам это нравится, да, или как? Знаете, ну… Беспорядок такой. Я скажу, да, у них в традиции это есть. Но, когда Украина, ну, условно говоря, является элементом какой-то большей системы, ну, допустим, той же Российской империи или Советского Союза, все-таки там это утихомиривается. То есть такое впечатление, что им надо вот какое-то внешнее воздействие для того, чтобы привести страну в порядок и этот хаос утихомирить. Я, извините, перебью, Алексей, я как раз писал свой авторский блог, вот именно то, что вы говорите. То есть у них образ врага – это национальная идея, да, милитаризация, объединительная сила против каких-то врагов внешних. Да. И поэтому мне кажется, что вот внутри общества украинского им очень сложно найти какую-то объединяющую, упорядочивающую силу, которая упорядочивает, да, так сказать, их политическую жизнь. Поэтому я сказал бы, что эта традиция скорее плохая, негативная. Она у них есть. А вообще обстановка в Киеве, вы знаете, одни пишут, что война войной, в Киеве все классно, все хорошо, вообще даже не чувствуется никаких, так сказать, проблем. Вот вы из Киева приехали. Какая обстановка? Вот как обыватель, вот скажите, как человек, просто вот смотрящий на этот город со стороны? Честно говоря, странная. Ну, я помню, Киев, условно говоря, довоенный. Всегда этот город любил. Он мне нравился. И, ну, там чувствуются вот действительно какие-то сакральные истоки общие наши, особенно вот Киевско-Печорская Лавра, да, интересное очень место. Сейчас, с одной стороны, да, как бы жизнь горожан, она продолжается вот в каком-то таком праздном даже русле, что меня удивило. То есть там кипит ночная жизнь и так далее. С другой стороны, на улице очень много странных людей в камуфляже. Причем непонятно, они вернулись с фронта или они собираются на фронт. Или они что-то будут сейчас делать. Да, непонятно, может быть даже противозаконно. Этих людей много. Идет постоянно какая-то агитация, сбор средств для фронта. Идет постоянные какие-то митинги там то против России, то требования там от Порошенко что-то. То есть продолжается вот это бурление, но чувствуется вот внутреннее какое-то напряжение. То есть, несмотря на праздность, все равно город уже другой, он изменился. Да, так, и еще вопросы. Так, появилась информация, что началась переброска российских войск в Сирию для ударов по ИГИЛ. Если это так, то, видимо, Россия договорилась с Западом. И, несомненно, одним из предметов торга был украинский кризис. А раз так, это означает легимитизацию Крыма как части России. Я не понимаю, это вопрос или утверждение? Ну, вот что вы можете сказать? Ну, наверное, да, такое высказывание. Ну, есть такое мнение, действительно, что все-таки повестка США и России, она гораздо шире украинского кризиса. То есть, очень серьезная проблема на Ближнем Востоке для коллективного Запада и США в том числе. И есть такое мнение, что Россия могла в качестве одного из условий в дипломатической игре, в переговорах, выдвинуть, условно говоря, невмешательство или дистанцирование Запада и США от Украины, от украинского кризиса. Это вполне возможно. Я, к сожалению, не знаком. У меня нет инсайдерской информации об этих переговорах. Я не могу это утверждать. Но такая версия возможна, действительно. В чем принципиальная разница между штурмом Рады во время Майдана и что было пару дней назад? Вот на ваш взгляд. Такой вопрос, наверное. Ну, все-таки Майдан как бы и по продолжительности, и по мобилизации участников, и по целям, видимо, был гораздо более таким глубоким явлением. Сейчас штурм Рады, я бы связал его скорее вот с тем, что происходило в Мукачево, а именно появление вооруженных радикалов, которые начинают влиять и в регионах, и в столице на политику. То есть, они могут быть либо не подконтрольны кому-либо, либо подконтрольны каким-то деструктивным силам, которые могут на дестабилизацию играть. То есть, это какие-то действительно провокативные действия, которые не поддаются контролю со стороны центральной власти, которые действительно чреваты самыми непредсказуемыми какими-то последствиями. У нас в газете вышел ваш материал под названием «Размышления после путешествия». Ну, речь шла о путешествии по Украине, да? Вот все-таки давайте попробуем порассуждать, на чем строится самоидентичность украинского народа, чем они похожи или, может быть, отличаются от белорусов. Да, я там выделил три элемента украинской классической идентичности. На мой взгляд, она действительно есть. Это вот древнерусское наследие, вот особенно на Украине оно чувствуется. Это, так сказать, истоки. Ну, Киевская Русь, как очень часто называют. Вот эти какие-то сакральные места, церкви, храмы, крепости, замки. Ну, наследие Древней Руси весьма серьезное для Украины, оно очень много значит. Затем православная идентичность. Все-таки это какой-то центральный элемент, на мой взгляд, украинскости, потому что и казачество, и как бы противостояние. На Западной Украине больше львов, там же и католичество. Да, но всегда Западная Украина все же была неким отдельным регионом, который не влиял очень серьезно на основной массив. А сейчас стал влиять. Вот, что произошло после Майдана, такое впечатление, что происходит как бы экспансия галичины, галичан, галичийского национализма на всю Украину. То есть, как бы уходит этот классический украинский, скажем, национальный миф или национальная идентичность, уходит, и вместо нее приходит какая-то новая, более радикальная, более милитаризованная и настроенная, ну, скажем, достаточно конфликтно. Вообще, вот на ваш взгляд, Украина до Майдана и Украина после Майдана, это разные страны, разные народы, что это? К сожалению, должен сказать, что это уже разные страны, поскольку Украина до Майдана, это все-таки государство с развитой экономикой, промышленностью, которая имела какие-то очень серьезные перспективы экономические, даже несмотря на то, какой она путь избрала бы, там ЕС или все-таки каким-то образом к евразийской интеграции присоединились бы, то сейчас очень многие перспективы Украины просто перечеркнуты. Я даже не знаю, сколько лет понадобится, чтобы выбраться вот из той ямы, в которой они оказались. А вот с какой-то духовной точки зрения, ну, вы сказали, что вот это более католицизм, да, более вот радикальные... Униадство. Униадство. Да, Львов, это больше униадство, да. Знаете, да, вот такое ощущение, что меняется, что ли, культурный код Украины. Я общался с иерархами Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, и мне они сказали, что картина вот на пограничье, условно говоря, православной Украины и униадской очень напряженная. Идут захваты церквей вооруженные. То есть там возникают очаги насилия, ну, пока без эскалации, насилия на религиозной почве. Вот такого, ну, в таких масштабах раньше не было. И вот, опять же, этот раскол на Московский Патриархат Киевский, он тоже, скажем, тлеет, и вот это очень взрывоопасная ситуация. Как Папа Римский, интересно, на это смотрит, это все-таки, он может на это повлиять? Наверное, может, но дело в том, что больше всего влияют вот те силы, которые хотят всю Украину, скажем, подчинить своей какой-то идее. Да, и вере в том числе. Давайте, так, еще вопросы. То, что произошло у Рады, лишний раз доказывает, что радикалов нельзя допускать к политическому процессу. Если человек только освободился после отсидки и организации массовых беспорядков и снова говорит о какой-то площади, то он кто? Политик или все-таки провокатор? Я так понимаю, намек идет уже про площадь, который освободился уже о нашей белорусской действительности. Ну, вот действительно, политик или провокатор? Ну, судя по тем заявлениям, которые я вот уже услышал, то есть, скорее присутствуют еще какие-то... Мы говорим о белорусской действительности. В Беларуси существуют какие-то иллюзии, которые можно рассматривать и как провокации. То есть, пока человек или вот люди, которых отпустили, ну, не понимая, что ситуация серьезно изменилась в Беларуси. С такими идеями их не то, что никто не поддержит, они останутся просто какими-то совсем маргинальными. Ну, когда-то Зенон Поздняк в 90-е годы с идеями, так сказать, я помню его выступление, когда он говорил, спадшина под оккупацией, так сказать, шильды требует поменять и так далее. Они тоже не были поддержаны, да, то есть, и, наверное, и сейчас так же. Скажем, белорусское общество в большинстве своем такие радикальные идеи, особенно после Украины, никогда не поддержит. Они просто занимаются политическим самоубийством. Алексей, вот вам не кажется, ну, при всем при том, что украинцы это, ну, высокоинтеллектуальная, прекрасная нация, наш братский народ, это Гоголь, это Тарас Шевченко, это Вернацкий, Николай Амосов, но в то же время у них не хватает какой-то, это есть такая фраза, социального интеллекта, да, социальный интеллект, чтобы найти возможность между собой говорить, договориться, услышать друг друга. Вот в этом, есть ли социальный интеллект украинский народ? Вы знаете, вот еще во времена Кучмы у них была довольно неплохая идея соборной Украины, то есть, построение нации из разнообразных сообществ, там, и западная Украина, восточная, разные веры, она, в принципе, была весьма продуктивной, ну, то есть, Кучма даже, как бы, на этом делала себе имидж и капитал символический, но слабость, эта идея оказалась в том, что институции, собственно, государства не смогли эту идею в полной мере реализовать, то есть, на словах все это было красиво, красивые книжки выходили, там, соборная Украина, альбомы, видеоклипы, там, где на белорусской мове, там, спевали гимн Украины, все было вельми цудовно, но, как бы, если нет институций государственных, которые в состоянии проводить эту линию целенаправленно, а у них, к сожалению, до сих пор все зиждется на неком олигархическом консенсусе, то, естественно, даже такая прекрасная идея, она не нашла реализации, то есть, социальный капитал есть, нет институций, способных проводить в жизнь такие идеи, реализовывать их. Кто-то из великих, я не помню, вроде Бисмарк, или кто-то сказал, что революцию придумывают, да, гении, приводят в жизнь революционные идеи авантюристы, а пользуются негодяи, то есть, вот, создается у вас такое впечатление, что действительно, вроде бы, как какие-то посылы были, когда Майдан происходил, да, борьба с коррупцией, так сказать, и так далее, были такие, вроде, позитивные, и что сейчас, к чему это пришло? А сейчас каких-то кардинальных изменений я не наблюдаю, скорее, ухудшения, то есть, выгнали, допустим, определенный коррумпированный слой, который был связан с предыдущей властью, но в то же время пришел новый, который себя вольготно чувствует, и плюс использует активно насилие, чего раньше не было в таких объемах и в таких формах, да, потому что очень много оружия сейчас в Украине свободно ходит, то есть, как бы изменилась сама ситуация, вот, насилие стало обыденностью в Украине, вот, для этих разборок, а сама система не поменялась. Давайте еще пару вопросов. Так, почему Порошенко просто не посадит Коломойского и же с ними? Там же клейма ставить негде, вот такой вопрос. Ну, вот, опять же, власть украинская в украинском государстве основана на олигархическом консенсусе. То есть, если Порошенко будет действовать, скажем, слишком решительно в отношении Коломойского, да он просто подымет батальоны, которые... И пойдет на Киев. Пойдет на Киев. И, то есть, у Порошенко, я, кстати, сомневаюсь, что он, скажем, в состоянии контролировать вот страну, государство в случае вот такого столкновения с кем-либо, потому что радикалы поддержат скорее Коломойского, потому что он скажет, а мы-то вот до победного конца воюем, а Порошенко за мир, или там он за Путина. И все, и как бы основная масса вот этих людей, они поддержат. Да, 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 с Львийской области хлопцы схватят автоматы. Да, естественно. Поэтому у него просто нет инструментов, механизмов, скажем, разобраться с этим явлением как таковым. Вообще, как для политического аналитика, вот как вы скажете, насколько все происходящее опасно для нас, для людей, живущих здесь в Беларуси, и что нам для этого предпринимать? Ну, я не имею в виду простого человека, да, власти, государства, вооруженных сил, там, погранных комитетов. Ну, на мой взгляд, это одна из самых серьезных угроз вот за все время существования суверенной Беларуси, потому что очаг нестабильности очень большой, много населения проживает в Украине, опять же, среди этого населения ходит оружие, радикальные идеи распространяются, плюс часть радикалов белорусских едет туда. Мы видели флаги белочервоно-белый, каких-то людей, которые этим гордятся в вендах армии. Плюс это же, ну, не просто люди едут помахать флагом, они едут стрелять и убивать. То есть опасно существует возвращение их плюс инфильтрации украинских радикалов через границу с целью дестабилизации ситуации в Беларуси. Ну, пока я вижу, что государства и силовые структуры оперативно и своевременно реагируют, то есть проходили учения, усиливается граница, плюс мы поддерживаем постоянно диалог все-таки с украинской властью. Это немаловажный фактор, то есть мы не идем на ухудшение отношений с ними, наоборот, стараемся вести диалог мирный, добрососедский. Это тоже играет свою роль для того, чтобы хоть какая-то часть украинских силовиков либо помогала нам, либо, ну, скажем, не была задействована в дестабилизации ситуации в Беларуси. Может ли на Украине бабахнуть еще сильнее, чем это чревато? Для нас, ну, фактически вы ответили, да, на вопрос, а может ли бабахнуть, не знаю. Ну, к сожалению, мой прогноз скорее негативный. Все предпосылки для каких-то радикальных масштабных столкновений, конфликтов там есть. Скажите, вопрос такой, когда вы были на Украине, вы чувствовали себя в безопасности? В общем, да, чувствовал, хотя, конечно, разница радикальна с Беларусью. То есть Беларусь это спокойная, действительно безопасная страна, а там, вот непонятно, если ты видишь людей в камуфляже, они с тобой начнут... Ну, как-то напрягает, да. Да, да, то есть вот или едешь на машине, перед тобой тоже, например, блокпост. И непонятно, что это за люди, в какой они форме. Да, например, флаги правого сектора, какие у них намерения, там, обобрать вас или просто документы проверить, ну, совершенно непонятно. Да, есть такие моменты. То есть, вот я тоже, кстати говоря, хотел спросить продолжение войны, компромисс, что будет на Украине, но вы сказали, что прогноз не сильно утешительный у вас. Да, к сожалению. Я закончу вот наше небольшое интервью такой цитатой вашей, из вашего материала. Мне кажется, что Беларусь это хороший пример для украинцев, как можно строить свое государство и идентичность. То есть, вот скажите, что это за пример мы? Не так у нас все идеально. Действительно ли мы можем быть примером и в чем? Вот знаете, я это очень остро понял, когда пересек украинско-белорусскую границу и оказался в Бресте и провел там несколько часов, просто гулял по городу. То есть, посмотрел вот на прекрасный город, памятники, улицы чистые, да. И когда подошел вот к памятнику, посвященному там тысячелетию Бреста, я увидел, что там вот и древняя история, и князья, и какие-то духовные люди, и простая крестьянка в народной одежде, и солдат-освободитель, и даже космонавт. Вот все это объединено некой общей идеей, да. То есть, под сенью ангела там это все находится. То есть, в Беларуси национальная идентичность идеи не строилась на противоречиях. Мы включали все, что давало некий позитивный опыт. То, что приносило нам победы, то, что позволяло нам дальше расти и развиваться. Вот в Украине, мне кажется, скорее делается ставка на негатив, на поиск врага, а не того, что объединяет нацию, всех людей, в том числе и с соседями. В конце концов, как бы они ни хотели, они сильно связаны и с Россией, и с русскими. Сейчас это вот пытаются они отрезать, но, на мой взгляд, это вот только приведет к еще большим каким-то конфликтам и разрывам внутри общества. Спасибо, Алексей. Спасибо, что вот непосредственно с Украины приехали, рассказали нам. Я напомню, у нас был политолог, философ Алексей Дермонт. Спасибо и до встречи в эфире еще раз в нашей студии. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.